Про дружбу еще. В том году с Игорем Вячеславовичем и Ясмантовичем подружились, обменялись игроками, очень тепло общались. Я знаю, кто помнит, чемпионом стал. В этом году хочу напомнить, недавно состоялся обмен, дружеские тоже подружились. Так что не удивляйтесь в конце сезона. Вот, такие дела. Привет! Так вот как это работает. Подружитесь с Андреем Разиным и у вас будет кубок. Доля правды в этом есть. Вчера друг Разина, Игорь Гришин, получил два очка. Спартак победил второй раз при новом тренере и третий раз подряд. Жизнь налаживается? Кажется, да. У нас в России давно не было такого, чтобы человека, который проявил себя в низшей лиге, двигали по системе. Просто в нашем хоккее назначения на важнейшие посты чаще всего происходят не по профессиональным причинам, а по критериям свой-чужой. На авангард хотя бы посмотрите. Но в Спартаке отметили работу Игоря Гришина в ВХЛ. Его химик был замечательный. Решение по отставке Бориса Олеговича далось непросто. И когда мы, в принципе, были к этому готовы, мы четко понимали о том, кого мы хотим видеть главным тренером Спартака. Мы понимали, что у нас в клубе собрано достаточное количество хороших молодых игроков, которые должны развиваться, которые должны прогрессировать. Мы видели, как работает Гришин в химике. Мы получали обратную связь от ребят, которые туда ездили. Мы, в принципе, с Игорем Владимировичем были весь сезон на связи, постоянно общались, постоянно получали обратную связь по ребятам. Нам, в принципе, нравился его взгляд на игроков, которые у нас были в системе. И поэтому, когда пришлось принимать решение, мы остановились на этой кандидатуре и другие даже не рассматривали. История Гришина похожа на сказку даже по современным меркам. Совсем недавно он был в Толпаре, затем перебрался в Рязань, где можно скорее закончить, чем развиться из-за странного руководства. Интересно, что в Рязани ему не предложение нового соглашения посчитали неперспективным. Но потом возник вариант с химиком, и теперь в клубе не пожалели. Когда ждать от вас той игры, которую мы видели в химике? Хотелось бы с сегодняшнего дня. Но это не получится. Конечно, скорее всего, да. Но я не буду называть даты, не буду называть сроки. У меня есть определенный такой момент. Я приблизительно знаю, через какое время команда начинает играть, как я хочу. Я не буду сейчас озвучивать вот это. Просто хочешь, чтобы это было побыстрее. Мы делаем все к этому, для того, чтобы это случилось. Ну, в принципе, точно не изменится, да? Мой принцип? Нет, не изменится. Возможно, два матча с Динамо и Северсталью были не идеальными. Но уже заметно, что хоккеисты немного расслабились. У них появились эмоции. Нельзя не отметить, что часть заслуги в преображении у Алексея Заварухина. Это он вывел команду на ЦСКА и победил. Не хочется ругать Бориса Миронова. В конце концов, он оказался в непростой ситуации. У него был определенный стиль, а руководство сделало ставку на молодых хоккеистов. Чтобы решать с ними хотя бы локальные задачи, требуются иные качества. А у Гришина в химике отличный хоккей показывали даже те, на кого давно махнули рукой. И сейчас у тренера есть доверие. Мы не снимаем из себя вины. Я говорю, что работа с тренером – это мы все в одной лодке, мы делаем одну работу. Стараемся какие-то те решения, которые мы еще не успели принять, или неправильные решения исправить в ближайшее время. Но рынок пустой. Если летом еще были игроки какие-то, хотя бы мы теоретически думали, что могут приехать сейчас. И русских игроков нету, все команды стараются сохранить то, что у них есть. А то, что касается иностранцев, то я скажу честно, мы уже забыли, что вообще такой рынок существует. Так какие задачи будут перед Гришиным? Скажу сразу, если Спартак вдруг не выйдет в плу-офф, во что не верится, то менять наставника не будут. Все-таки игроков в клуб взяли таких, кто сможет проявить себя в будущем. Так что Гришин, видимо, надолго. На радость всем нам. Есть ли какие-то задачи сформулированные в контракте? Нет, в контракте задачи неопределенных никаких нет. Руководство хочет, чтобы команда изменилась. Ну не то, что изменилась. Команда и так показывала хорошую игру. Были игры очень интересные. Я могу похвалить Спартак, что они показывали атакующую игру. Просто там где-то не получалось, где-то реализации подводило. Но чтобы был такой веселый хоккей, интересный, самый главный, живой, с эмоциями для зрителей. Вот это вот как бы руководство хочет, чтобы команда такой хоккей показывала. Слышали новость? Трактор забил. Да не один, а два раза. Кроме того, челябинский клуб одержал победу. Пусть и в серии булитов. А вы говорите, что в КХЛ нет места чудесам. Витязь обыграл Торпеда в овертайме и улучшил свое турнирное положение. А в авангарде продолжают бросать камни в спину генеральному менеджеру, который покинул клуб. Алексей Волков своим увольнением из авангарда смутил руководство. Там привыкли, что именно они увольняют. А тут человек самостоятельно отправился в бессрочный отпуск. Да еще и дал интервью, в котором чуть-чуть приоткрыл внутреннюю кухню клуба. И даже этой малости хватило, чтобы понять, насколько система управления плохая. А решения принимают те, кто не должен этого делать. Летом же Крылов говорил, что не вмешивается в спортивную часть. Но тогда все знали, что это ложь. А Волков подтвердил это. Еще как на все влияет представитель совета директоров. Вмешивается даже в то, что его касаться не должно. Удивило, как про Волкова стали откровенно врать. Вбрасывая совершенно нелепые обвинения. В авангарде всеми силами стараются показать, что они планировали убрать генерального менеджера. Но им чуть не хватило времени. Врут про то, что Волков едва не совершил невыгодный обмен Северсталью. Припрели 30 миллионов рублей, которые якобы авангард отдал бы за вратаря Подъепольского. Обманывают насчет того, что амичи потеряли бы права на Грицука. Понятно, что у генерального менеджера клуба было полно странных решений. Но спрашивайте за них, а не придумывайте. Например, совершенно очевидно, почему он боролся за Подъепольского. Сейчас у авангарда Демченко один. Рядом с ним молодой парень. Оценность Галимова, здорового или больного, невысока. Пара Демченко-Подъепольский – это уже неплохо. Почему же за голкипера отдали серьезную компенсацию в СКА? Да, Грицука не хотелось терять. Но аренда, может быть, взбодрила бы и Арсения. Разве он показывает хороший хоккей? Наоборот, к нему много вопросов. Это в последних встречах он стал оживать. Вечером в среду сообщили, что, мол, бывший сотрудник настаивал на том, чтобы главным тренером стал Андрей Скобелко или Вячеслав Буцаев. Тоже неправда. Основным кандидатом был Скобелко. Ну что же в этом плохого? Зато внешние руководители, конечно, приняли верное решение, отдав браздеправление Рибыкину. Очень несолидно ведет себя клуб. Но они никого не удивили. Вспомните, как в авангарде обошлись с тем же Сушинским. Отставка в молодежной хоккейной лиге. Новичок МХЛ Петрозаводская СКА Карелия не выдержала серию поражений и уволила Евгения Пастернацкого. Его заменил Михаил Севастьянов. Кажется, он долгое время проработал в Балашихе. То есть это знак качества. И последнее. Нападающий омских ястребов Иван Мирошниченко не только забивает пятый матч подряд, но и начинает драться. Какого же разностороннего игрока получил клуб? Хотелось бы пожелать хоккеисту оказаться в авангарде. Но мы же не враги Ивану. До свидания. Но все-таки одна победа в КХЛ из одного матча. 100% результат. Я говорю, опять же, звезды сошлись. А ну, алло, там, Зенутла Хайдарович. Какая у вас статистика? Сколько проиграли? Да нет, ну что же. По одной игре же не судили. Как это? Я сушу. Ну, ну... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok